Друзья, всем привет! Папа Димаша Кудайбергена, продюсер Канат Айтбаев, рассказал очень интересную историю о создании песни «Вальс Астаны». У нас в семье есть традиция. Мы ездим с детьми по стране и показываем им наши просторы. В 2007 году мы решили на нашем микроавтобусе поехать в Астану. И вот как-то встали на площади, а наша дочь Раушан, воодушевленная красотой, закружилась и запела «Астана». Наверное, тогда и начала складываться песня «Вальс Астаны». Уже потом одна журналистка задала мне каверзный вопрос. «Вальс Астаны написан от души или, чтобы показать себя, очки заработать?» Но ведь казахстанцы действительно смогли построить такой город за короткое время. Не у каждого такое получится сделать. Обычно у композитора в голове крутится какой-то хвостик мелодии. И этот хвостик пропитывается твоими чувствами, мыслями. Он растет. К нему прибавляются другие ноты. Мы смотрели на танцующие дома и решили, что Астана в нашей песне будет вальсирующая. Когда родилась мелодия, мы стали искать поэта и однозначно решили, доверим создать текст Ертаю Ашикбаеву. Хотя я и мог бы написать сам, но боялся, что не раскрою мысли. Ертай Ага написал. И что интересно, если раньше мы читали тексты с нашими песнями, то обязательно кому-то что-то не нравилось. А в этот раз, когда мы получили стихи, Света сказала, по-моему, очень хорошо получилось. А как же, ведь это Ашикбаев, ответил я. Ертай Ашикбаев по этому поводу заметил. Признаюсь, я был в Астане последний раз задолго до ее десятилетия. Тогда это еще был Целеноград, а мы, студенты, ездили на сельхозработы. Вот и все впечатления об Астане. Но новую столицу я видел по телевизору, много читал про нее. В общем, к просьбе каната я был готов. Слова написал за одну ночь, и мне было очень приятно увидеть, что в них ничего не заменили. В Астану я приехал через год после создания этой песни. И то, что я написал, совпало в точности с увиденным. Значит, есть такая вещь, как поэтическое предчувствие. Субтитры сделал DimaTorzok